Глубокоуважаемый президент, глупокоуважаемые коллеги, во-первых, выражаю свою большую благодарность за возможность выступить в этой аудитории для онклуролога, что, надеюсь, будет в дальнейшем часто повторяться, но, тем не менее, наша тема — это брахотерапия, которая своим коротким, но точным путем объединяет группу единомышленников, а именно врачей-радиологов, радиотерапевтов, онклурологов, медицинских физиков. И я уже не говорю про анестезиологов, которые, к сожалению, не вошли в авторы этого доклада, но я думаю, они не сильно обидятся. Как уже доложил мой коллега, с этого определения начался мой путь в брахотерапию ракопрестательной железы, я не буду на этом останавливаться. Высокомощностная брахотерапия, основанная на временном наличии источника в ткани пораженного органа, и низкомощностная — это основные виды лечения при брахотерапии ракопрестательной железы. Коротко остановлюсь на рекомендациях Европейского общества урологов и эстроса в отношении брахотерапии. Следует отметить, что именно в этом году, в 2016-м, появилась в группе благоприятного прогноза вот эта сноска. Все предыдущие годы сумма баллов по глисону была только шестерка. Сейчас нужно отметить, что и промежуточный риск 7, то есть глисон 3 плюс 4, менее 33% биоптатов, взятых из предстательной железы, позволяет проводить брахотерапию. Это давно уже обсуждалось, ну и наконец-то это все-таки выросло в эти рекомендации в этом году. Коротко также о брахотерапии в монорежиме в группе благоприятного прогноза. Вы видите, что данные наших зарубежных коллег показывают довольно впечатляющие результаты для такого вида лечения и ставят брахотерапию на один ряд с оперативным лечением, с хирургическим, о чем постоянно идут споры между онкоурологами и радиотерапевтами. И также группа промежуточного прогноза. В монорежиме также мы видим неплохие, честно говоря, по сравнению с некоторыми докладами по хирургическому лечению, даже имеющие преимущества результаты. Наш центр имеет опыт проведения брахотерапии как в низкомощностном режиме, как при помощи ультразвуковой навигации, так и при помощи компьютерного томографа. Всего было проведено с 2009 года 314 имплантации, 173 из них было выполнено под контролем компьютерного томографа и стереотоксической приставки, и 141 имплантация была выполнена традиционно под контролем ультразвука. Честно, опять же, могу сказать, что сейчас мы практически полностью перешли под брахотерапию, под контролем ультразвука, так как это более экономически выгодно и занимает меньше времени. Это чисто исторический факт. 1991 год, профессор Кутревелес, грек по происхождению американец, у которого мы учились, брахотерапия под контролем СКТ, это его как раз он получал патент на применение своей технологии, и с 2004 года эта технология выполнялась в нашем центре в Обнинске. Было получено разрешение на проведение этой новой медицинской технологии у нас в России. И сейчас я бы хотел предоставить вам информацию по 67 пациентам, которые были пролечены методом брахотерапии низкомочной настойки под контролем спирального компьютерного томографа. Срок наблюдения за этой группой составил 60 месяцев, 5 лет. Вы видите, что уровень ПСА от низких значений 4,5 до 15 инограмм на миллилитр. Сумма глисона была от 6 до 7 баллов. В эту группу мы не брали пациентов, да и, в общем-то, мы не брали больных с глисоном больше семерки в наше исследование. Объем простаты от 19 кубиков, небольшой довольно, до 91,4 кубических сантиметров. Здесь, опять же, можно сделать некоторое отступление, потому что брахотерапия под контролем КТ, она, в общем-то, позволяет брать любой объем предстательной железы. И были пациенты у нас до 130 кубических сантиметров. Но в дальнейшем, после уже наблюдения за этими больными, мы пришли к выводу, что это совершенно нецелесообразно. И те рекомендации, которые были даны, в общем-то, 50, максимум 60 кубических сантиметров. Ну и урофлоуметрия была у этих пациентов от 10 до 31 миллилитров в секунду. То есть, в общем-то, изначально мочеиспускание у них было довольно-таки в неплохом качестве. Как вы видите, здесь пациенты представлены были всеми тремя группами риска. Тогда мы, в общем-то, позволили себе взять шестерых пациентов из группы высокого риска, что сейчас мы также не выполняем. То есть, это пациенты с высоким уровнем ПСА, с высоким галлисоном и наличием опухоли в обеих долях предстательной железы. Но мы, опять же, не брали сюда больных с выходом за капсулу предстательной железы. И какие результаты? В общем-то, пятилетняя выживаемость безрецидивная по уровню простатспецифического антигена в группе благоприятного прогноза составила 100%. У нас нет на данный момент ни одного случая роста ПСА в этой группе. В группе, что было для нас тоже несколько необычно, неблагоприятного прогноза, от которого мы ожидали однозначного прогрессирования, но пока эти шесть пациентов живут без роста ПСА. Единственное, что здесь можно сказать, да, этим пациентам мы назначали адювантно, гормональную терапию в течение 24 месяцев. И группу промежуточного прогноза мы имеем в этой группе два рецидива. Один из них локальный, который был пролечен повторным введением источников в область семенных пузырьков и основания предстательной железы. И второй рецидив – это уже распространение заболевания на лимфатические узлы и кости, что было выявлено через 4 года у пациента по данным ПЭДКТ с холином. При этом стоит отметить, что радиофарм препарат не накапливался в предстательной железе. Но, тем не менее, это, опять же, был, в общем-то, можно сказать, ошибочно выбранный пациент в эту группу, если делать ретроспективный анализ. Из осложнений, известные нам по этой группе больных, это структура уретры. Это чаще всего мембранозный отдел. Это трое пациентов, которые были в дальнейшем пролечены хирургическим методом. Оптическое рассечение структуры уретры. Острая задержка мочеиспускания наблюдалась в период первых двух месяцев, то есть, в общем-то, в период полураспада йода 125-го. Ну и лучевой эректит у нас наблюдался у одного пациента. Это у нас получается ПОРТОК, это второй степени. Там было видно по данным СКТ постимпланта, что источники мигрировали в сторону прямой кишки. То есть, это тоже были своего рода ошибки имплантации. Это что часто бывает при имплантации под СКТ. Под ультразвуком у нас пока за весь период наблюдения и миграции источников мы не наблюдали. И здесь представлены данные нашего совместного исследования с коллегами из Казани, из онкодиспансера. Мы выполнили работу, в которую вошло 126 пациентов с промежуточным риском. Тогда еще, в общем-то, не было тех рекомендаций, которые мы имеем сейчас, в 2016 году, что мы можем брать таких пациентов. Но, тем не менее, мы проводили эту работу. 126 пациентов. Одним из них, 104 пациента, была проведена брахотерапия в суммарно-очуговой дозе 145 Грей и гормонотерапия адювантно-аналогами ЛГРГ до 6-12 месяцев. И вторая группа, она небольшая. Она получила брахотерапию в дозе 110 Грей Буст. Это 22 пациента. И 44 Грей получили дистанционную лучевую терапию на область предстательной железы. Здесь показаны данные пациентов. И к результатам. Группа, которая получала брахотерапию в монорежиме плюс гормонотерапию, 5-летняя выживаемость 97%. Группа брахотерапии и лучевой терапии, то есть сочетанной, 95,5%. И в обеих группах выживаемость составила безрецидивная в течение 5 лет практически 97%. Ну и вы видите, что средний уровень ПСА в этой группе пациентов составил 0,29 мг на мл. По критериям оперативного лечения мы знаем, что считается не выше 0,2 мг на мл после удаления предстательной железы. В данной ситуации предстательная железа осталась на месте. Она не удалена. И тем не менее ПСА практически на минимальных цифрах. В этой группе также, в этих обеих группах, мы также видели осложнения в виде лучевого уретрита, стриктура уретры, острой задержки мочи, ну и лучевой уретрит второй степени здесь наблюдался у 4 пациентов. Это был 1 пациент из группы монотерапии и 3 пациентов из группы сочетанного лечения. Какие же есть проблемы на сегодняшний день на самом деле? Перед теми, кто занимается низкомощностной брахитерапией, стоит одна основная проблема. Это источники. Источники на данный момент стоят дорого. Какие есть возможности? Есть возможность перехода на высокомощностную брахитерапию, что довольно логично и выполнимо в таких центрах, как рентген, радиология, наш и других крупных центров. Там есть такая возможность, и мы этим занимаемся. Но, тем не менее, надо двигаться и другим путем. И, в общем-то, в нашем замечательном наукограде Обнинске таким путем и пошли, объединившись с учеными-физиками, которые разработали схему производства отечественного микроисточника Йода-125. И в прошлом году было получено разрешение на проведение клинических испытаний, которое, в общем-то, было начато в октябре прошлого года. Здесь представлены этапы и сами готовые стренды микроисточников. Это уже упакованный стренд с микроисточниками Йода-125. В нашу группу вошло 36 пациентов. В это исследование были вовлечены все три наших филиала нашего центра. Это не урология, это институт имени Герцена, ну и наш обнинский центр имени ЦИВА. И 36 пациентов всего было. 30 пациентов с низким риском получили брахиотерапию Йодом-125 источниками физико-энергетического института нашего Обнинского. И пациенты с промежуточным риском по нашему внутреннему протоколу, разработанному в наших филиалах, получили лимфоденоктомию, то есть оперативное лечение по удалению лимфатических узлов, и в последующем брахиотерапию Йодом-125. Период наблюдения за этими пациентами на данный момент небольшой. Он составляет всего в среднем 6 месяцев, от 9 до 6. Здесь отображение пост-имплант-контроля. Но в качестве примера можно сказать, что осложнение в общем-то дезюрии второй степени было только у двух пациентов. Острая задержка мочеспускания у одного пациента, которая была ликвидирована консервативным путем, и гастроинтестинальной, то есть осложнение со стороны прямой кишки. В нашем исследовании не было зарегистрировано. Таким образом, в общем-то, на данный момент мы имеем продукт, который готовится к регистрации. Надеюсь, что он ее пройдет. И какой-то путь тоже решения появится для снижения цены низкомочностной брахиотерапии в России. И в заключении, просто чисто для того, чтобы завершить сообщение от онкоуролога, я не знаю, коллеги бы меня, может, посчитали и предателем, но тем не менее, как вы видите, нож или иглы, что же здесь должно побеждать? Здесь представлены данные небольшого исследования, где показано, что пятилетняя выживаемость в группах с радикальной простатоктомией и брахиотерапией, она, в общем-то, практически одинаковая. Главное, чтобы специалист на месте всегда правильно отбирал больных. Здесь должен быть четкий критерий отбора и четкая работа бригады. Пойдет человек под нож, извините, или под иглы, но тем не менее, вначале нужно правильно отобрать пациента. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Можно задать вам один вопрос? Скажите, пожалуйста, что послужило поводом к добавлению дистанционного облучения у пациентов после брахиотерапии? Эти были пациенты промежуточного риска, и поэтому по критериям они должны получать либо сочетанную терапию, то есть брахиотерапию плюс дистанционную лучевую терапию, либо же сейчас уже можно при пациентах промежуточного риска, но благоприятный прогноз, они тоже делятся, в свою очередь, на две группы, они могут получать брахиотерапию в монорежиме. Сейчас это уже есть в рекомендациях, слава богу. Ну и просто к тому, что доза 22 грея дистанционного облучения... 44. А, 44, извините. Это 22 пациента, простите, да. 44, бесполезно давать 24, конечно. Поэтому я и хотел спросить, извините, 22 пациента, да? Это 22 пациента, это 44 грея. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Спасибо.